Во многих смыслах то, что произошло минувшей ночью, было хуже всего для этой страны, для наших детей и внуков, для нашего будущего. Решение об исходе наших президентских выборов по праву, принадлежащее избирателям, забрали у избирателей. И теперь все в руках юристов, судов, а также крайне ангажированных и явно коррумпированных бюрократов в больших городах. Итак, что бы за этим ни последовало, это трагедия. Многие американцы уже никогда не примут результаты президентских выборов. Сегодня вечером эта история, конечно же, продолжается, и куда бы она ни завела, мы будем следить за ней так честно, как только сможем. Но сначала мы хотим признать хорошую новость. Верьте или не верьте, вне зависимости от всех остальных событий, хорошая новость есть. Америка остается, она до сих пор здесь, это первое и самое важное. И это не было предрешено, мы ее почти потеряли. Демократы говорили нам, что хотят победить Дональда Трампа. Ради этого они потратили больше денег, чем кто-либо, на каких-либо выборах за всю историю. Но происходило нечто гораздо большее. Не для того демократы задействовали всю мощь IT-гигантов и класса миллиардеров, чтобы всего лишь сделать Джо Байдена президентом. Нет. Настоящей их целью был полный контроль над всем. Больше никакой демократии, никакого инакомыслия, бессрочное повиновение со стороны нас, остальных. И они были шокирующе близки к этой цели. Если бы прошлой ночью демократы заполучили и Белый дом, и Сенат, то стране, такой, как мы ее знаем, пришел бы конец. Не потому, что у демократов плохие идеи, хотя это так, а потому, что демократы планировали ввести в нашей стране совершенно новую систему. Не повестку дня, а систему. Пользуясь ничем не сдерживаемой властью, левые твердо намеревались упразднить традиционные американские противовесы в системе управления. Вместе с Конституцией и Биллем о правах, ограничивающими их власть. Мы не преувеличиваем. Партия Джо Байдена планировала превратить наш самый высокий суд в политическое оружие для отстаивания узкопартийных интересов. Они сами это признали. Они писали журнальные статьи о том, как они собираются это сделать. Затем они планировали заполнить своими людьми Конгресс США, законодательную ветвь власти, путем добавления новых штатов, только ради мест в Сенате. И это тоже не наши домыслы, они и в этом признались. А потом они планировали, да, укомплектовать сам электорат. Большей порчи демократии невозможно себе представить. Мгновенно добавить в список избирателей 20 миллионов иностранных граждан. Такова была их повестка дня. Как что-либо из этого пошло бы на пользу Соединенным Штатам? Но они никогда и не утверждали, что это пойдет на пользу. Их целью никогда не было сделать эту страну лучше. Целью было создать постоянное большинство для демократов, однопартийное государство с полным контролем над населением. Никогда еще в нашей истории ни одна из основных политических партий не предлагала более радикальной повестки дня. Они мало говорили об этом, и на то, конечно же, есть причина. Они не хотели вас пугать. Но это было совершенно реально. И прошлой ночью это едва не произошло. Мы все должны быть глубоко благодарны за то, что этого не случилось. Мы говорим вам об этом, потому что хотим внести ясность касательно ставок в этой игре. Речь идет не о мнениях и не об их различиях. Речь идет не о политическом курсе. Речь идет о системе, при которой мы все живем. О системе управления этой страной. Вот что на кону. Не забывайте об этом, наблюдая за дальнейшими событиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин